Процедура по распределению мест в детские сады полностью прозрачна. Ее трансляция проходила в соцсетях администрации города под контролем представителей родительской общественности, прокуратуры и заведующих детских садов. В базу автоматизированной системы загрузили все заявки от родителей. Их более 27 тысяч. У Натальи Лукмановой двое детей. Старшая дочь ходит в сад. Младший сын стоит в очереди, а значит попадает в льготную категорию. Его должны распределить в то же дошкольное учреждение, куда ходит сестра. Родители уже подготовили весь пакет документов и прошли медкомиссию. Автоматизированная система учитывает направленность групп, возраст ребенка, дату постановки в очередь, а также право на льготы. В департаменте образования распределили рекордное число мест – 11 047. Из них 2372 в ясельных группах. Количество свободных мест определяют заведующие детскими садами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По регламенту полагается 2 квадратных метра на ребенка от 3 до 8 лет. Для детей ясельных групп – 2,5. Сейчас в Самаре осталось 837 вакантных мест в детских садах. Представители департамента образования просят родители, которым не подходит тот детский сад, в который распределили их ребенка, обратиться в МФЦ и внести изменения. Вы видели, процедура у нас сегодня впервые транслировалась в прямом эфире с целью того, чтобы донести до всех жителей городского округа Самара, что процедура прозрачная, она идет в автоматизированном режиме. Вы услышали цифру, что 800 мест не были востребованы, они были созданы. Конечно, это детские сады удаленные, или же, может быть, родители все же еще не проанализировали, не поставили. Поэтому я прошу, особенно родителей Хуйбышевского района, Красноглинского района, Советский район, удаленные детские сады, обратите внимание, что в этих дошкольных образовательных организациях есть вакантные места. После окончания процедуры распределения мест в детские сады в течение 10 дней заведующие дошкольных учреждений в обязательном порядке известят родителей. После чего родители, должны написать заявление на поступление ребенка в сад и предоставить весь пакет документов, а также медкомиссию. Новое распределение свободных мест пройдет в августе.